Микс Ньюс Разворот У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 и 9 Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Разворот Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин И сегодня мы будем обсуждать хоккей В гостях у нас член правления Латвийской Федерации хоккея Валентин Блюгер Добрый день Добрый день Телефон прямого эфира 672 12 93 и 9 672 13 93 и 9 Звоните, пишите нам в видеочате Начнем мы, конечно же, с квалификационного турнира на Олимпийские игры Которые, к сожалению, Латвии не удалось закончить успешно Вчера был решающий матч с командой Германии И проигрывая 2-0, сборная Латвии сумела сравнять счет Но все-таки проиграла 2-3 и на Олимпиаду впервые, кстати, за 16 лет Латвия не поедет Вот как вы оцениваете и турнир в целом и вчерашнюю игру Чего не хватило команде, как вы думаете? Ну, я думаю, что турнир прошел на достаточно высоком уровне Все команды были очень хорошо подготовлены Наша команда, мне особенно вчера, понравилась очень Она проявила бойцовский характер Показали свое... Некоторые люди показали свое высочайшее мастерство Была определенная сплоченность Был патриотизм, был задор Но мне просто кажется, что не хватило двух вещей Некоторой организованности и мотивированности И это сказалось Плюс, конечно, у немецкой команды Слишком много НХЛ-овских игроков 7 человек 7 или и вратарь И в связи с этим, конечно, чувствовалось чуть-чуть больше мастерства у них Вот такие нюансы и мелочи, где Микелес Редлих мог закончить И забить гол в конце первого периода, не попал по шайбе Чуть-чуть-чуть ниже мастерство И это сказалось И счет отвечает сам за себя Поэтому вдвойне обидно И обидно, что первый раз И обидно, что в такой тяжелой борьбе с самоотдачей мы не попали Ну, есть повод для размышлений и для дальнейшей работы Ну, вот вы назвали организованность и мотивированность А почему? Из-за чего не хватает? Я думаю, что этого, конечно, сказалась смена тренера и все, что происходило Безусловно Надо сказать огромное спасибо Харалду Васильеву Который взял на себя смелость Вместе с Эриком Миллинсом Вступить в руководство сборной За три дня до начала такого ответственного турнира И провести его Но, конечно, я думаю, что самое главное Необходимо было собраться немножко раньше Необходимо было иметь тренера Необходимо было иметь соответствующую подготовку И я думаю, при этом результат был бы лучше Вот эта вот проблема меньшинства-большинства Это явно выражалось в том, что не хватило просто времени какого-то на подготовку Это вы про и организованность, и мотивированность сейчас говорите, или про организованность? Это я говорю про... Тренер, мотивация тоже с тренером связана, вы считаете? Конечно, мотивация связана с тренером Когда у нас был Тед Нолан Он мог... Он не только был тренер, но еще и психолог, и философ, и как хотите назовите Он мог сцементировать настолько Плюс, если вы помните, на прошлом сезоне Отборочном турнире был Сандес Озланич Тоже костяк команды, который мог завести и повести за собой То есть сейчас в команде тоже нет такого человека? У нас есть целая группа великолепных игроков Но вот с чего-то не хватило каких-то мелочей Я думаю, что все, кто приехали И Карсумс, и Даугавинч, и Бартулис, и Куда Гиргенсенс Это люди, которые вели за собой команду Но вот чуть-чуть-чуть не хватило Вот этого одного гола и три нескольких секунд Если у нас уже звонок, надевайте, пожалуйста, наушники Примем мы звонок Добрый день, слушаем вас Слушаем вас Добрый день Мы пока слышим только себя Да, ну перезвоните, пожалуйста, еще раз 672-12-93-9, 672-13-93-9 Ну, если говорить о вот смене тренеров И вообще довольно в последнее время много сменилось тренеров Это благоприятная ситуация для команды, или все-таки нет? Безусловно, нет Безусловно, нет И вся абсурдность этой ситуации заключается в том, что мы берем тренера Даем ему какое-то задание, порой не совсем реалистичное И тут же его потом Задание вы имеете ввиду? На чемпионат мира Занять какое-то место там И он, естественно, после того, как на это место не занимается Его тут же меняют Я не помню, что Я так понимаю, что задача Береснева была сохранение места в элите Ну, сохранение места или попадание в десятку Это же одна часть Я не говорю про Береснева, я не говорю про любого другого Я не думаю, что надо руководствоваться какими-то мифическими заданиями какого-то места Нужно выбрать серьезного, профессионального тренера, а лучше тренерскую команду Заключить контракт на несколько лет Два-три года И можно выгнать тренера и освободить его от работы, как хотите назовите Если он что-то не делает Но если люди делают И результат достигается не в одночасье Результат достигается длительным периодом работы со сборной Особенно сейчас, когда у нас на носу смена поколений Это очень ответственный этап И это все, конечно, сказывается Она уже как-то вот ощущается, эта смена поколений? Ну, конечно, ощущается смена поколений Вот на этом турнире Арви Дрекис играл, который уже вроде как закончил выступать Его все привлекли, ему уже 37 или 38 лет, я точно не могу сказать Люди, которые хотели Херберта Васильева пригласить, которому уже тоже далеко за 30 Эдгар Масальский приехал, он 36 лет Ну, то есть это люди, которые уже многие там защитники Жора Пуец уже 35 лет будут То есть у нас есть проблема с этим Нам нужно подключать постепенно молодых И для этого нужна серьезная тренерская работа, длительный период А не на один этап, не на один турнир, не на один год даже Еще раз давайте попробуем принять этот звонок Да, добрый день, еще раз слушаем вас Добрый день Слушаем вас Вы знаете, как болельщик со стажем Честно говоря, больно смотреть на все это Немножко расшифрую на что Больно смотреть не на команду Команда супер Очень ребята бойцы, команда сильнейшая Всех буквально Вспомню, как они становились Но больно смотреть на вас, господа Федерация Хоккея Латвии Вы понимаете, что вы строите Ну, какое-то Это не федерация, это гнездо Понимаете, которым идут вот эти склоки Постоянные Господина Литмана Я помню, 10 лет у него постоянно идут конфликты С Динамо Рига Постоянные Ну, идите вы Возьмите Пять тренеров Латвии, которые тренируют Даже включая сборную России Ну, возьмите нормального тренера Поплатите немного денег И будет команда В Латвии Ну, вы же сидите Ну, вы не занимайте свое место Мне обидно Не за команду А за федерацию Спасибо Поняли вашу позицию Да Может быть Призову только Сдерживать эмоции По возможности Хотя вопрос такой Очень нервный Я могу только Присоединить Сказать, что я полностью согласен Я полностью согласен С тем, что вот этот болельщик говорит И Какие, может быть, действия Тогда из этого Можно будет извлечь Я не знаю Я думаю, что нам надо принимать Серьезные решительные действия По смене Политики Которая происходит И, наверное Для омоложения Всего состава федерации Конечно Безусловно Хорошо Давайте вернемся пока что К квалификационному турниру Но вот Другие результаты Вот я господина Береснева В выпуске новостей Об этом спрашивал Такое совпадение Что вообще Постсоветские страны Как-то неудачно выступили Казахстан не вышел Беларусь не вышла Латвия не вышла Вышла только Россия Это тоже какое-то Просто совпадение Или есть Какие-то уже проблемы Может быть В этой вот Постсоветской школе хоккейной Нет Я не думаю Что Это совпадение какое-то Но я думаю Россия во-первых Не вышла Она автоматически туда попадала И команда Которая играет Но было бы странно Если бы она не попала Которая играет В первой восьмерке Все страны По рейтингу Попадают автоматически Что касается Постсоветских стран Я думаю Что во всех этих странах Есть проблемы Есть проблемы с организацией Хоккея В одной больше денег В другой меньше денег Но сегодня Мы находимся В состоянии Полнейшего Какого-то застоя Посмотрите То же самое Беларусь И денег больше И чемпионат больше И команд больше И внимания больше Они выглядят Где-то даже Может быть Хуже чем мы С нашей Вот Ситуацией Которая у нас Происходит То же самое У казахов Я думаю Что ключ заключается В нескольких вещах И в Дании И в Норвегии И в Словении Сегодня Идет серьезный процесс Развития хоккея Развития Не топтания на месте А развития У них Хорошие Внутренние чемпионаты У них Серьезные Детские школы У них Серьезный процесс Подготовки тренеров Чего нам Явно не хватает И это Длится годами В результате Мы постепенно Постепенно Вот если вы Обратили внимание На предыдущие Какие-то репортажи На радио В прессе Всюду Все же Бывшие наши тренера Игроки Специалисты Говорили об одном Когда-то Датчан и немцев Мы обыгрывали по 5-0 Не знаю сколько Так и было Когда было Это базировалось На старых Игроках Прежнего Рижского Динамо И прежнего поколения А сегодня Постепенно Постепенно Мы стали выравниваться Потом нас стали Догнали Датчане Потом нас догнали Норвегия Потом они нас сегодня Перегнали Я уже не говорю О немцах Вот так это происходит Опять не один год А несколько Долго И продолжительный Период времени Это все происходило И мы сегодня Там где мы есть Ну то есть те вот факты Что и на чемпионате мира Прошедшем Несмотря на то Что тоже очень Зрелищные матчи Но в итоге Латвия снова билась За место В высшем дивизионе Кроме того С 2009 года Можно обратить внимание Выше 10 места Уже команда Тоже не поднималась И на Олимпиаду не попала Это все вот Звенья одной цепи Я думаю что да Я думаю что это Звенья одной цепи Я думаю что это Звенья одной цепи У нас есть очень много проблем В детском хоккее Если вы знаете Чуть подробнее То вы сегодня Обратите внимание У нас начиная С 92 года Нет ни одного защитника 92-го 93-го 94-го 95-го 96-го Вот у нас Из молодых Сейчас подросли Там Рубин Зила Каких-то Которые только Начинают А до этого Есть у нас Шевченко и Фрейберг 91-го года Потому что С ними надо работать И их учить И то же самое У нас Не так много Если вы помните У нас было По 5-6-7 игроков В НХЛ Сегодня у нас В НХЛ играет Один Гиргенсен И еще Три человека С НХЛ контрактами Есть Которые бьются Только еще За попадание В НХЛ Вот и все Вот вам это результат Той самой работы Потому что Тренерами работают Ребята Которые Не играли в хоккей А занимались хоккеем Получают Какое-то образование В академии физкультурной Получают лицензии И идут тренировать Ну вот Вы как член правления Скажем так Понятно что Все эти проблемы Нужно исправлять Но есть какие-то Вот может быть Первостепенные Какой-то Порядок действий Что ли С чего нужно начать И что в первую очередь Нужно сделать Я говорю Я думаю что Надо начать С подготовки тренеров Сегодня надо Начать с подготовки тренеров И мы этим занимались У нас есть В тренерском совете Начали Заниматься Разработкой Каких-то методических Пособий Я даже не знаю Как называть Учебников Для того чтобы Вот просто прийти Собрать тренеров И научить их Что делать Вот в 10 лет Учите этому В 12 лет Этому В 14 Этому Сделать систему Систему Если вы проедете По Риге По разным каткам И увидите детей Изного возраста То они все будут Делать разные вещи Все они будут Делать разные вещи Всем родителям Нужен результат Сегодня Чтобы их команда Выиграла И в результате Того Когда нужно Заниматься катанием Нужно заниматься Одним Другим Третьим Все как-то Пытаются Работать На скоротечный Результат Сказать Мы вот Заняли Третье место В чемпионате Латвии Мы хорошая команда И все А в результате Когда это подходит Какому-то юношескому Юниорскому Возрасту То У нас нет игроков У нас нет игроков У нас сегодня Вот вы посмотрите В резерве сборной Кого можно быть Три-четыре-пять человек Может быть И все Ну когда была Прошлая смена поколения Если мне помнится Такой вроде как Проблемы не было Ведь тогда Но ведь высшая дивизион Не самоцель В сборной Играет 20 человек А Ребята Занимаются Намного больше И из этих 20 Вот у нас Мы много раз Работали с молодежной И с юношеской И с юниорской Сборными Ну Сколько у нас человек Играет из каждого возраста Юниорской сборной В профессиональном хоккее Вот показатель Если сборная Играет в группе А Или в группе Б Это не важно А если потом Из этой сборной Профессиональными хоккеистами Становится 2 человека Или ни одного Вот показатель А какая сейчас статистика Вот по этому Ну Вы знаете У нас был Очень хорош Ну если мы говорим так Скажем о ребятах От 18 до 25 лет То я думаю У нас был Очень неплохой 1994 год рождения Это ребята Которым сейчас 21-22 года Играет профессионально Наверное 5 человек Причем Играют Двое С НХЛ Контрактами Двое Играют Динамо Рига Играют В Америке В других лигах Ребята В 95-м году Вот у нас остались Наверное Только Человека 3-4 Которые Пытаются Еще Играют В Венеорских Лигах Ну наверное Рихард Букарт Вроде подписал Или подпишет Контракт В АХЛ 96-го года У нас есть Родриго Аблс Вот так Мы на пальцах Одной руки Оперируем 93-й год У нас наверное Нет никого 93-й год рождения 92-го года рождения У нас есть Кристор Гудлевский Один вратарь Ну вот Примерно так 94-й год У нас еще два вратаря Очень хороших И Мерзликин И Пуненов Ну вот Масальский Кстати Вчера Сразу после Неудачи Заявил о своем уходе Сборной И вы думаете он ушел Ну или может быть вы знаете даже Он ушел именно из этого поражения Или он уже как-то Наметил для себя Вот что Пришло время Ну мне трудно сказать Мне трудно сказать Я не нахожусь так близко К тому что он делает Как он принимал это решение Но я думаю частично Связано с тем Что он приехал И все-таки Не получил возможности сыграть Естественно потому что Команда не вышла На олимпийский турнир Ну и Я думаю что он Он парень то очень порядочный Ответственный Взвесил все свои возможности И как-то наверное Видит что происходит Какая перспектива И принял такое Наверное непростое решение Ну вот С уходом Масальского Вообще В латвийской сборной Вратарь это всегда такая фигура Очень важная При том хоккея В который приходится Играть в сборной Латвии Очень много отбиваться Всегда Вратарь это такое Ну что-то уже Вроде героя И если вспомнить там Любого вратаря Будь то Ирба Наумов был Теперь Масальский Кто теперь Станет вот таким вратарем Как вы думаете Я думаю что у нас Кристор Гудлевский Который уже даже имеет Некоторый опыт НХЛовский Это безусловно Элвис Мерзликин И Ивар Пуненов Вот три вратаря Ну мне кажется Что он тоже уже играет Как-то довольно долго В лигах Таких уровнем пониже Несколько раз Его пробовали Проверяли Но я думаю что Эти ребята Более перспективные Они моложе И более перспективные Ну а одного из них Кого-то выделите Вот кто вот станет таким Ну номер один Мне трудно сказать Я думаю что Наверное Гудлевский и Мерзликин Сегодня вот Ну они объективно Были теми Кто должен был играть На этом турнире За сборную Ну кстати С тренерством вратарей Как обстоят ситуации С тренерством вратарей У нас есть свои Специалисты хорошие Например Тот же Сергей Наумов Который правда Работает в КХЛ России Но его безусловно Можно привлекать У нас есть Юрий Клоденс А он согласен Ну если говорить Например о Наумове Ну мне трудно сказать Я не знаю С ним вели какие-то разговоры Это во многом зависит От того кто старший тренер Потому что все таки Помощников в том числе И по вратарям Предглашает себе Старший тренер Ну я думаю что Безусловно Он согласился бы Работать со сборной Он и так работал Уже до этого Как-то и на каких-то Началах Прошлые года Так что он имеет Опыт хороший Юра Клоденс Который работает сейчас Динамо Рига Он тоже и работал С этой сборной В том числе Да я думаю Эдгар Масальский Если он завершит В какой-то период Свою карьеру Будет работа с вратарями И будет серьезным Подспорьем Микс Ньюс Хотелось бы по игре Еще один момент Такой отметить Пока я не забыл Вот когда смотришь Игру сборной Латвии Вот что на Олимпиаде Последней Что на чемпионатах мира Очень многих Складывается такое впечатление Что команда Команда Латвии С другими С любыми другими командами Всегда играет на пределе Вот на пределе Играет с Канадой Игра очень равная Иногда конечно Канада там явно сильнее Но были матчи Очень немало матчей Когда Латвия играла на равных Но в то же время В следующей игре Против там условно говоря Сборной какой-нибудь Японии Тоже мы видим игру на равных Вот из-за чего Это происходит? Ну я думаю Что если вы говорите Конкретно об игре С Австрией и Японией Ну это последний Это последний пример То это конечно Наверное Было просто Вот недостаток Мотивированности Какое-то Я думаю Такое немножко Отношение Более-менее спокойное С Австрией Сыграли С нетипичным счетом С Австрией Сыграли с нетипичным счетом Я думаю Что у них проблема С вратарем была У них основной вратарь Не приехал С сборной Австрии Поэтому столько шайб Залетело Все что можно было И вот после такой Внушительной победы Я думаю Тяжело было Просто ребятам Собраться На такую же Ответственную Серьезную игру С японцами Если бы игра была С японцами Первой А не второй Она была бы Наверное Закончилась тоже С другим счетом Я думаю Это следствие Тоже чего Это следствие Тренерской Какое-то упущение Может быть Финансовое упущение Нет Может быть Тренерской Может быть Опять Мотивированности То есть Не надо выиграть Здесь же задача Не выиграть Со счетом 10-0 А задача была Выиграть у немцев 1-0 И пройти дальше Поэтому Сам по себе Факт забивания Голов хороший Но при том Что вы понимаете Что вы сильнее И можете выиграть Вы настраиваетесь На более спокойный лад А не рвете Так в полную Чтобы где-то И может быть Силы сохранить И может быть Хотя может быть И по-другому Когда не все получается Вы начинаете Легко И не все получается Я просто к тому говорю Что вот никогда Вот в преддверии матча Ты никогда не знаешь Чего ожидать Ты вот если играет Например сборная России Условно говоря Ну или сборная Канада Играет она со сборной Словении Ну ты уже примерно понимаешь Что будет А когда играет сборная Латвии С Канадой Ты не знаешь Что будет Может даже выиграть Я вам скажу так А может ничего сыграть Нет Такого быть не может Чтобы сборная Латвии играла И вы знали Что она может выиграть Такого нет Вот почему такого нет Потому что у нас Ниже мастерство Просто ниже мастерство Физически Бывают сюрпризы И вы помните Мы обыгрывали Россию И играли И на равных Всяких Американцев И вы можете Я вам могу сказать Что когда Команда Латвии Вышла на Олимпиаде В Сочи Против канадцев И канадцы Еле-еле выиграли 2-1 То это была команда Настолько организованная Тедом Ноланом И Томом Кулиным Когда команда Работала Как часы Вообще Они выполняли Тренерскую задачу У них было Абсолютно четко Все Великолепно Сыграл Гудлевский И так далее И так далее Вот эти факторы И канадцы Этого не ожидали И может быть тоже Вышли более Расслабленными На игру С Латвией Чем они выходят С России Или Америкой Но В целом Это все же Зависит от мастерства И от уровня Подготовки команды Отношения у нас Всегда хорошие Наши ребята Всегда бьются Вот как у нас Фаны хорошие И весь вчера Битком стадион Болеет за тебя И гонит тебя вперед Отношения у них хорошие Другое дело Что не всегда Получается Начиная на мирах Собрать команду Которую ты хочешь Кто-то травмирован Кто-то играет в плей-офф Кто-то в НХЛ Играет там Задерживается До июня месяца И так далее Есть много молодых игроков Им не хватает опыта И у них Пошаливают нервишки В таких ответственных играх И все это Вкупе Дает вот такой результат Примем звонок Надевайте наушники Пожалуйста Добрый день Добрый день Вот ваш гость Такое ощущение Что работает В МИДе Очень дипломатично Отвечает на все вопросы Но ведь известно Что хоккей Это дорогая игра Как для родителей Так и для государства Это дорогой вид спорта Экипировка Занимает достаточно Большой финансовый ресурс Разгром Леповского металлурга Из его лица Кирова Липмана Потерял Главного спонсора Латвийского хоккея Плюс Продолжающаяся финансовая яма Страна банкрот Страна банкрот Не теоретически Не де юра А де факто Как ваш гость считается Может ли Страна банкрот Позволить себе Дорогую игрушку В виде хоккея И что будет с хоккеем При таком финансировании Через 10 лет В Латвии Последняя Скажем так Алмаз короны Латвийской республики Спасибо Спасибо Ну я не берусь Вступать в полейнику Относительно банкротства Не банкротства Латвии Но я могу сказать Что хоккей Очень дорогой вид спорта И сегодня Вся нагрузка Лежит на плечах родителей На плечах родителей Я не знаю Какого спонсора Мы потеряли в лице Леповского металлурга Леповский металлург До сих пор существует Как команда Которая играет В высшей лиге В первой лиге Молодежный хоккей Весь есть у них И не знаю Какой спонсор Она была для сборной Сейчас есть Несколько спонсоров Которые поддерживают сборную Это и Наверное Гриндекс И Алдорис И там Другие какие-то Но что касается Развития хоккея И детского хоккея То наверное Мы получаем Недостаточно денег От государства Но это кстати Всюду так Я не думаю Что где-то государство Содержит хоккей Но Да Это очень дорогой вид спорта И родителям Очень тяжело Тащить на себе Эту ношу И поэтому я думаю Часть проблемы Заключается в отсутствии Определенного финансирования Но прежде всего Финансирование клубов А не федерации Не думаю Что есть проблемы С подготовкой Финансированием Экипировки Льда И прочего Для сборных команд Которые у нас есть А вот для детско-юношеского Хоккея И для детей Которые в них занимаются Это безусловно Проблема Давайте еще звонок Примем Слушаем вас Добрый день Добрый день Знаете Со многим Согласен я С выступающим Но единственное С чем хотелось Немножко Отспорить Что да Любой человек Который приходит В частности К вам на студии Он говорит Правильные вещи Но Закрывает дверь За студией И Или люди думают По-другому Поговорят одно Ну Все Ничего не меняется Вот если разобрать Вчерашнюю игру Внимательно смотрел Знаете Проиграли Исключительно Из-за Тренера То есть Проиграли Проиграли Большинство То есть Когда команда В меньшинстве Латвия Ведь было видно Что даже из зоны Не выйти То есть Настолько Немцы работали Как Швейцарские часы Что Просто невозможно Войти То есть Команда Месяцами Наверное Как говорили Несколько месяцев Там больше Около двух месяцев Они наигрывали Они тренировались То есть Они поставили цель И они К этой цели шли Только ли Деньги В этом Играет роль Да я не думаю Родители Десятилетиями Платили За своих детей И будут платить Главное Разрушена Система Система Подготовки Наверное Правильно Вы говорите Что Ну я не знаю Но нету Системы подготовки Как-то все Идет сумбурно То есть Вырвали Сорвали Тренера Поменяли Какие-то склоки Какие-то Ну опять-таки Ну наверное Что-то надо Менять С головы Это однозначно То есть Менять с головы И я думаю Хоккей в Латвии Жил Жил И будет жить Спасибо Хотелось бы так думать Спасибо Ну во первых Если Товарищ Который звонил Вам Слышал С самого начала Нашего интервью То я сначала Начал с того Что нам требуются Перемены Во вторых Это то О чем мы говорили Это организованность Это подготовка Меньшинство Большинство Это то Что требует Вот такой Вот организации Подготовки Перед таким турниром Ну а в третьих То что он Сказал Я думаю Что мы об этом И всю передачу говорим Поэтому я Не совсем понял вопрос Но Но если вот Вы говорите уже Вот прямо Что федерации Нужны перемены И перестановки То Я не знаю Может быть фамилии Вы не назовете Но какой человек Какие люди Могли бы Действительно В лучшую сторону Какие-то изменения Принести Я конечно не могу Назвать фамилии Кто сделал Но я думаю Что нужно Нужно Серьезные изменения В руководстве Федерации Для того Чтобы новые силы Пошли И начали Заново Какой-то Свежий воздух Внесли во всю эту систему Да Но если мы говорим Вот про Продолжая разговор Про тренера Про тренеров И на клубном уровне Например Вот даже в перерыве Мы говорили Какие-то фамилии Называли Очень многие В рамках КХЛ Латвийские специалисты Выступают Но при этом Уезжают в Россию Это можно Вот загибать пальцы Там И вот Тамбиев Мы вспомнили И там Скудра тот же Ну и я уж молчу Про тандем Знарок Витал Почему так происходит Почему не остаются Эти специалисты Которые достигают Успехов Очень больших Работать в Латвии С тем же С латвийским клубом Ну это очевидно И опять Джабблс Мог бы Я думаю Я думаю Конечно Но у вас С точки зрения Уже Реальности Ну реальности Вопрос Ведь сегодня Заключается в том Что мы когда-то Столкнулись С тем Что совмещение Постов Довольно сложно И в первую На Знароке Мы это убедились То есть В первую очередь Это связано С розыгрышем Кубка Гагарина Если мы говорим Про КХЛ То есть Если они заканчивают Сезон в конце апреля Заканчивали Или там В начале мая А чемпионат мира Начинается в начале мая То получается Что тренер Который руководит сборной Появляется там самолет Который летит на чемпионат мира И это конечно Никого не устраивало Это правильно На сборную России Знарок сумел Так что вот как-то Ну Знарок сумел Он сумел Да И повезло Что они раньше там Закончили турнир Чем хотелось бы И они сейчас Календарь подвинули КХЛ под это Ну а сегодня Они делают то Что уже давно Когда-то делали Знарок Если он пока Тренер сборной То они под него Делают базовую команду В СКА И таким образом Это подготовка Или игра СКА И в основном На 80% С подготовкой Сборной Потому что потом Туда подъедут 5 или 7 Или сколько надо У них НХЛовцев И у них сборная готова К сожалению у нас Если Динамо Рига Заканчивает в феврале Сезон Или в конце февраля Как там заканчивается Или не попадает в плей-офф Или даже попадая в плей-офф Не доходит там До финальных каких-то Времени остается много У нас остается времени Нет тренера И что с ними делать И вот это очень большая проблема Потому что Иначе игроки Начинают уходить в отпуск Потом их не собрать Потом у них какие-то Это целая история Поэтому когда Есть освобожденный тренер Это всегда А освобожденный тренер Соответственно По сравнению с тем Что он получает в КХЛ Хочет получать И зарабатывать деньги И вот тут у нас Есть некоторая коллизия 672-12-93-9 672-13-93-9 Звоните у нас в гостях Член управления Латвийской Федерации Хоккея Валентин Блюгер Ну вот Кстати еще накануне Накануне Олимпийского квалификационного Турнира Господин Липман заявил Что даже если Если команда не выйдет То ничего страшного Не случится И хоккей в Латвии Не закончится Вы как Можете присоединиться К этому Ну я могу сказать Что хоккей в Латвии Безусловно не закончится На этом Но Как собственно говоря Он бы не сильно Там что-то произошло Если бы попали Потому что это Просто один турнир Очень престижный Очень ответственный Очень хороший Особенно если там будут Продолжать играть НХЛовские игроки То Олимпиада Останется Турниром высочайшего уровня А если не будут То он И уровень свой потеряет И интерес к нему Поубавится К этому хоккейному турниру Поэтому я могу сказать Что хоккей С этим точно не закончится Но это очень обидно Особенно как вы говорите 16 лет подряд 4 турнира подряд Или там Мы были на Олимпиаде И когда первый раз Не попадаешь Конечно это Неприятно И я не знаю Сказать это страшно Или не страшно Каким словом Охарактеризовать Но это Ничего хорошего В этом нет Ну то есть правильно Я вас понял Что вот Если брать Последний вот этот Вот конфликт Между господином Бересневым И Липманом Вы больше даже Солидаризируетесь С бывшим тренером Я не солидаризирую С большим тренером Я не знаю даже Какая суть Всего этого происходящего В средствах массовой информации Он освещался Довольно подробно Но я могу сказать Что это безусловно Не на пользу сборной Очень несвоевременно Очень неправильное время И безусловно Повлияло на итог Давайте примем звонок Слушаем вас Добрый день Добрый день Здравствуйте А вот вы все время Вот вы все время говорите Что нужна новая кровь Там нужны новые люди А вы можете конкретно сказать Что вот уйдет после этого Липман Или не уйдет Или все останется прежде Вот как все есть Спасибо Я не знаю Уйдет Липман или нет Это мне очень трудно Ответить на этот вопрос Лучше спросить его Я говорю Что нам нужно Омоложение федерации Какое-то время назад Вот до этой истории С Леонидом Бересневым Был также Ну что-то вроде конфликта По крайней мере В средствах массовой информации Так это преподносилось Между ветеранами сборной Конкретно между Спрукцем Далгович также выступал С критикой федерации Вот что это была за история Вот в частности С Янисом Спрукцем Как-то вышло так Ну вы знаете С Янисом Спрукцем Я не знаю В чем суть этой истории Но во-первых Это была ошибка Белявского Который взял Спрукца И не взял молодых игроков Его некомпетентность Белявский проявил Полную некомпетентность свою И поэтому взял Спрукца Который Ну прямо скажем Уже чуть ли не закончил с хоккеем И только на старом багаже Пришел в сборную И думал Что он будет хорошо играть А играл очень плохо И поэтому Вместо того Чтобы искать претензии К себе И разобраться в своей игре Он о чем-то говорил Что чего-то не сделано В федерации Или там в сборной У нас есть масса проблем У нас есть масса проблем В организации Действия сборной Когда вы посмотрите На сборные других стран Вот вчера Например Когда вы приехали немцы И вышли из-за стопуса В костюмах И галстуках И потом приехали наши ребята Ты видишь разницу И с этого все начинается Но Об этом можно говорить долго И в этом есть тоже Какой-то смысл и резон И основания для этого разговора Так что А что конкретно у спрукса И там Какие претензии были К раздевалке Или к чему-то Мне трудно сказать Я так с ним не общался И знаю Что просто он Будучи разочарованным В результате того Что его куда-то потом В конце не взяли Начал говорить о том Что есть проблемы Вот с тем Что ему не ту раздевалку Дали Вообще идею Тренера Иностранного тренера Рассматривать федерацию Вот вернуться К такой вот Ну я думаю У нас нет выхода сегодня У нас нет выхода Потому что тренера Которые у нас здесь Есть на месте Достаточно для того Чтобы работать с молодежью Но для того Чтобы работать Со взрослой сборной Особенно если мы хотим Ставить какие-то задачи Но это ведь Можно на это смотреть Никак на нет выхода А многие Иностранные Но немногие Вот берем Теда Нолана Курт Линстрон Был до этого Шведский специалист Добивали же успехов Довольно-таки хороших Конечно Поэтому это не какой-то Вариант Б Это же может быть Наверное Это должен быть Вариант А И я например Об этом все время говорил Я об этом все время говорил При всем уважении К Леониду Бересневу Я думал Что он должен быть Вот специалист Такого уровня Как Тед Нолан Для того Чтобы мы могли Ставить соответствующие задачи Потому что он Тренер высочайшего класса И вот Он показал свои работы И на чемпионате мира И на олимпийском турнире И всюду Чего можно добиться С теми же ребятами С хорошим тренером Эвол Тагробовский Высказывал идею Второй сборной То есть института Второй сборной Какой-то резерв Там может быть Что-то олимпийское Есть такая практика Вот вы как на это смотрите Ну Или в Латвии Это не латвийский вариант Я думаю Что это Во-первых Эта практика Совершенно не новая И она существует Она существует в России Она существует Там в Америке Где хотите У нас просто Я не думаю Что у нас будет игроков Не наберется Ну конечно У нас прототипом Что нечто такого Может быть Молодежная сборная Там есть игроки А если вы возьмете Игроков Которые у нас Я вам говорю Что у нас резерв сборной Настолько Скамейка короткая Что вряд ли Вы наберете Там на вторую сборную Чтобы где-то можно было бы Наигрывать игроков Для первой сборной Ну Время же наше Подходит к концу Вот еще тему Хотелось бы обсудить Того Что президент Латвии Раймонд Вейнис На встрече с президентом Международной федерации Хоккея Поддержал проведение В Латвии Чемпионата мира по хоккею Нет привязки Никакому году Пока я так понимаю Что концептуально Поддержал Вот в целом Вот как вы на это смотрите Ну я думаю Что это Очень правильное решение Потому что провести Чемпионат мира Это замечательная идея В 2006 году Мы в этом смогли убедиться Но От того что От поддержки Президента Это очень хорошо Но вопрос будет Упираться в то Во что он уже упирался Когда мы подавали Даже заявку На чемпионат мира Нужно строить Со второго катка Не менее там Пяти-шести тысяч мест Если кто-то Возьмется это сделать Или нет Я затрудняюсь сказать Скорее нет Чем да А пока этого нет Это все просто так Разговоры Ну а поддержка президента Не означает Вот перевозя его Эту поддержку Может быть это означает Что он говорит о том Что государство Может быть готово Может быть Это какой-то сигнал Может быть Может быть Но надо у них спросить Готовы ли они построить Государство Или самоуправление Или кто-то До этого До сегодняшнего дня Складывалось такое впечатление Что не было такого Желания или возможности Что будет после Поддержки президента Не трудно сказать Но Вы как-то ну просто Президент встретился С главой федерации Международной Наверное Латвийская федерация Тоже как-то вовлечена В этот процесс Наверное Но вы пока не понимаете Что значит Эта поддержка Я пока не понимаю Что значит Эта поддержка Я знаю Что это хорошо И это все поддерживают Любой человек Поддерживает это И президенты И я думаю И рижская мэрия И чиновники И кто хотите Но Это все еще раз говорю Зависит от того Будет ли в Латвии Второй ледовый хол Ну В том буквально году Или там Два года назад Когда Латвия Претендовала на проведение Соревновалась В этом здании Уже Ходили разговоры о том Что уже все Вот сейчас Практически в наших руках Если бы тогда Латвия выиграла Проведение То что бы тогда Произошло Если нету Ну во первых У нас была заявка Вместе с Данией Произошло бы то Что должно было произойти Половина играет в Дании Половина играет в Латвии Тогда нужен один каток А если вы хотите Весь чемпионат Нужно два То есть рассматривается Возможность В принципе Провести с кем-то Реально Если сегодня смотреть То надо смотреть С тем с кем Можно провести на пару Такой была страна Дания Вот в этом году Будет Германия Франция Объединенный чемпионат А где в Латвии Еще есть может быть Страны Вы так можете назвать С кем могли бы вместе Провести чемпионат Помимо Дании Это мы с тем С кем мы могли бы провести Это вот эти страны есть Франция, Германия Дания Может быть Норвегия Может быть Словения Не слишком большое Большое расстояние Ну это вот правильно Но вот это вот По нашему уровню А так Это довольно сложный вопрос Это очень сложный вопрос Дания была наиболее приемлема Это полтора часа Лететь из одного города В другой Там грубо говоря Как между Москвой И Петербургом Или там Кёльном и Парижем Но если вы возьмете Другие страны То это безусловно Более длинные расстояния Это осложняет это А так другие страны Большие хоккейные страны Естественно никогда на это не пойдут У них есть свои возможности У них ни один Ни два Ни три Холла Которые могут принять Чемпионат мира Ну вот сейчас закончился Квалификационный турнир Олимпийский Это была такая задача Номер один Вообще главная Главная цель Что теперь Вот на что нужно Теперь На чем сосредоточиться Нужно латвийскому хоккею Сегодня Завтра Блюгер был у нас сегодня В гостях Спасибо вам Что пришли Спасибо вам Программу провел Андрей Лешкевич Звукорежиссер Евгений Копеин Всего вам доброго И до свидания Продолжение следует